Привет-привет, мои друзья и зрители. Сейчас отвечу на ваши вопросики. Очень-очень круто. Короче, это самое. Мне приятно, что вы слушаетесь, как бы, моё мнение, что вам интересно, потому что многие мне пишут, что ждём новое видео. Ответь, пожалуйста. Ну, понимаете, я не оправдываюсь, многие мне пишут. Мои друзья, это как бы примеры на ответы людям, потому что, говорю, людей очень много пишут. Под разными видео. Есть женщины, что стесняются, даже блогеры. Они пишут мне в личке, потому что их многие, наверное, знают или узнают родственники. Они пишут в личке, задают кучу вопросов. Но сейчас я буду вам потихонечку отвечать, мои хорошие. Вот так сегодня я в парке опять ходила за орехами и, думаю, зайду, быстро отвечу. Так, на первый вопрос. Девочки, вы мне очень многие пишите, как разобраться, что это нормальный мужчина, что он мой, что он мне подходит, что он не обманывает и так далее, потому что вы многие из себя на этих сайтах общаетесь, и оказывается, что мне вы пишите, у вас ещё больше, я забыла, как называется сайт, вы ещё больше знаете, чем я. Ну, не знаю, мои хорошие. Как определить? Никак. Я вам так скажу. Вы живёте с человеком, даже, допустим, если вы понимаете, какой это человек. Ну, это, допустим, за 35, да, допустим, человек. Кто его знает, что ему в голове стрелит или что выплывет, понимаете? Тут, допустим, да, все, знаете как, они живут так, что турки, не как наши, есть женщина, что-то скрывают турки, всё говорят родственникам, друзьям, хвастаются на весь мир, показывают, если ему женщина нравится, допустим, так, что должны у вас быть секреты, потому что вы должны быть к этому готовы. И ещё я хочу сказать, вы не узнаете, что может быть так, как я. Допустим, я с бывшим жила, где-то через полгода я увидела, что это не моё. Понимаете, я многих видят это уже рассказывала, повторяться не буду, потому что, ну, человек увидел, я пыталась ещё наладить, пыталась как-то, может, я ошибаюсь, разбиралась, он человек хороший, но есть другие минусы, что я поняла, что, ну, в моём возрасте мне зачем это надо всё. Хочу спокойствия, тишины и так далее, мои друзья. Так что вы точно не будете знать. Это уже даже бывает такое, что я вам сейчас примерно веду, мои друзья. Ещё есть такая ситуация. Смотрите, женщины, вы дуры или что, я по-другому вас назвать не могу. Многие, понимаете, как вам сказать, открыто мне пишут, за свой счёт приезжайте к мужчине, понимаете. Многие мне пишут, что у меня есть жильё, сейчас не могу продать, потому что очень дешёвые цены. Эта женщина мне пишет с России, я сбылась, с какого города. Ну, неважно, да, что она со своим мужчиной общается уже более полтора года. Она хочет продать и купить в Стамбуле жильё. Вы что, с ума посходили, что ли? Почему вы должны своё жильё продавать? Вы хоть мозгами немного шевелите, но это Альфонс. Ну, да, вы говорите, что вы ему верите, что он вас показывал с мамой, с друзьями, знакомил. Вы не понимаете, что это обычно. Они вас покажут, потом вас как берут до ниточки. Что вы здесь делаете? Понимаете, я не знаю, как это можно вот такое делать. Ну, сначала выезжайте, знакомьтесь, общайтесь, поживите за его счёт, естественно. Для чего этот мужчина нужен, я не знаю, мои друзья. Когда мне вот это женщины пишут, что продают машину, чтобы к Турку переехать, спрашивают, сколько съёмное жильё. А чего же вы у меня это спрашиваете, понимаете? Допустим, это должен ваш мужчина знать, почему вы должны себе этим голову парить, если вас он очень любит. Или я не знаю, вы что, все влюбляетесь и бегите к мужчине, первому попавшему, или чёрт подери, я не понимаю. Понимаете, что сколько можно вам объяснять? Не делайте вы этого. Смотрите, на виду вам пример. Моему мужчине, как вам сказать, женщины, которые писали про меня гадости, это с России женщины. Что ж, она приезжала к ним за свой счёт. Он её даже в отель не повёз, а к себе домой. Он мне всё это рассказывает. Понимаете, сама себе купила билеты. Состоятельная женщина. Я даже их фотографии, видео видела, то, что он мне всё отправляет. Понимаете? Я была в шоке. Он советуется со мной, допустим, да. Потом, знаете, как он сказал? Он описывал, что у неё где, сколько стоит, сколько, что, допустим, у неё золота нету там. Но я не хочу сейчас называть, потому что я его реально сдам. Человек, с которым, допустим, я жила, который для меня старался, делал, как его женщины портят, приехали за свой счёт. Допустим, я в шоке. Понимаете? Я просто в шоке. Как он мне говорит, как она моих детей любит, как она полюбила, как, короче, женщина состоятельная, бизнес-женщина. Как я просто эти видосики вижу, как человек, не успевая эта женщина уехать, уже другая приехала к нему и ждёт только, чтобы было у него такое время, потому что дети дома. Чтобы ещё одну призвать сюда. Я и всех женщин вижу, сколько он общается с моим подругом, пишет. Понимаете? Это чтобы я ревновала. Это просто ужас. «Женщины, зачем вы портите турецких мужчин?» Знаете, как мне мой нынешний говорит? Ну, у меня характер прямой. Да, да, нет, нет. Я справедливый человек, честный, повторяюсь. Если я живу, никогда не предам, никогда не подставлю. Я с уважением отношусь к человеку, естественно, и требую это к себе. Что я вам хочу сказать? Когда бывает такое что-то, допустим, недоразумение, да, ревность какая-то, и человек мне говорит, «Ты что думаешь? Ваши женщины на всё готовы». Я говорю, я это не первый раз слышу. Но говорю, тогда иди с этими женщинами живи, которые на всё готовы. Я нет. Я вот, знаете, как я говорю и бывшему, и нынешнему, я вот с человеком живу. Я пытаюсь быть хорошим человеком. Я объясняю сначала. Может, и ругаюсь, может, и воспитываюсь, что что-то не так, понимаете? Потому что я всегда задаю вопрос. Если вы такие, блин, умные, что бывшему, что нынешнему, как вы живёте, да? У тебя куча бабла. А где твой дом? Ну, человек должен жить в комфорте, да? Хотя бы собственный дом, хотя бы маленький какой-то иметь, мебель хорошую, я не знаю, чистый дом, уютный. Говорю, и что, что у тебя где-то вложены деньги? Ты считаешь, что ты правильно поступаешь? Я считаю, что это неправильно. У меня тоже есть дом, извините меня, немаленький, и у меня бизнес капает копейка. Ну, как бы, и они, допустим, когда-то меня учат, что я неправильно поступаю, да? И я им открыто говорю. Когда я ругаюсь, когда я объясняю, ну, когда я уже молчу, это уже поздно, потому что я уже планы строю, как смыться. А смыюсь, естественно, я к другому человеку. Я себе почву быстро под ногами сделаю. Потому что, знаете, когда вы меня подкалываете, сколько раз такое было, что вы мне подкалываете, что я хвастаюсь, я и так далее. Я когда-нибудь возьму просто Facebook, сниму вам мессенджеры, свои смски, что сколько людей мне пишет, и я не отвечаю, я даже не читаю. И вам открою, чтобы вы почитали. Понимаете? Потому что у меня есть уважение к себе, к людям. Понимаете? Я уважаю людей и прошу этого к себе. Есть ли люди, допустим, себя как не уважают, кто их будет уважать? Почему вы, женщины, едете за свой счет, вы мне пишете, что вы хотите что-то продавать? Мне одна женщина советуется со мной на счет снять квартиру, чтобы мужа своего... Я говорю, какой тебе нахрен муж? Я чуть не назвала ее имя, честно говорю. Я объясняюсь, может, кто-то напишет в комментариях, девочки, посоветуйте, ответьте этой женщине, потому что одна вообще продает свое жилье, хочет здесь покупать, потому что они живут там на куче с детьми, я не знаю, там родственники, она хочет с ним отдельно, потому что он ее любит, они общаются полтора года. Другая вообще хочет квартиру снимать. Вы что творите? Вы понимаете, что вы настолько в Альфонсо попадаете, ну что это за мужчина такой, что он даже женщине билеты не покупает? Ну что это такое? Я себе это даже не представляю за свой счет. Я могу выручить человека, поддержать там, допустим, финансово, да, ничего страшного, даже если мне не вернут эти деньги, но я посчитаю нужным, что человек до меня что-то сделал. Ну, дальше есть стоп. А как так? Это ужас. Еще мне одна писала, что есть мужчины, которые очень она влюбилась, и это будет в другой истории, я вам расскажу, что... Ой, короче, она... Он у нее деньги просит. Не делайте вы этого. Они общались больше восемь месяцев. Я вам буду потихонечку рассказывать. Я немного так ответила на ваши вопросы, потому что я обещаю, что я буду отвечать. Ну, как у меня получается? Просто говорю, у меня тоже есть личные дела. И стараюсь отвечать, потому что я вижу, что люди ждут. И столько вы мне пишете. Сегодня в месседжер зашла. Девочки, спасибо вам, родные мои. Я многим ответила. Что я вам ответила? Что я здесь видео сделаю? Потому что я не могу ни писать, ни звонить с каждым, потому что с каждым минимум полчаса надо пообщаться, у меня нету времени. Ну, если... Понимаете, люди у меня... И еще раз, я не оправдываюсь. Я навожу примеры даже на своем собственном опыте. Потому что вы знали, что я могу тоже так, допустим, облажаться, тоже поверить. Ну, как бы я стараюсь, понимаете, сначала я уважаю человека. Любовь приходит потом. Потому что я влюбляюсь. Вы думаете, если я вижу, что какие-то подвоги, что-то не так, что виляет человек, что-то выкручивает, я уже на чеку, понимаете, присматриваясь, изучаю, что это за любовь такая, что воспользует, понимаете? Потому что я вам говорю, что женщина приезжает к мужчинам, у меня есть доказательства, это просто ужас. Чуть ли не уже замуж, готова на все. Понимаете, мужчина мне это рассказывает, мой мужчина. И что я вам хочу сказать, это ужас. И в то время она уезжает, за свой счет приехала, и тут уже на ее место другая приехала. Да вы себе хоть представляете, что вы творите? Ну, вот из-за вас, знаете, как здесь женщины говорят, которые живут здесь по 10-15 лет, очень красивые женщины, что из-за наших, что здесь настолько себя ведут отротительно, как будто турки-цари. И представьте себе, здесь мужчину очень трудно найти, чтобы был обеспеченный, потому что, или, знаете, как вам сказать, они все теряют, если разводятся. Есть закон, забирает все жена, ничего нету. Даже если, допустим, у мужчины есть квартира, жилье, допустим, да, там приписаны дети, или как. Готовьтесь к тому, что дети подрастут, и они придут к отцу, и тут по закону отец их не выгонит. И будете еще с взрослыми детьми, с внуками жить. Тут очень трудная система, а вы боретесь, ругаетесь друг с другом. Я не знаю, готовы на все. Кто такие турки? Хитрые, я вам говорю, хитрые, умные, хитрые в свою пользу. Я не знаю, друзья мои, я буду об этом вам говорить, потому что, знаете, когда мне говорят, что вы мне очень много верите, потому что я рискнула. ушла от одного мужчины к другому. До этого у меня очень много с кем я общалась. Понимаете? Даже же с этим два года последние мы жили как друзья, как братья и сестры. Я общалась, я выходила на свидание. Я 7 лет на сайте сижу. Я в этом очень хорошо разбираюсь. Потому что, когда там вам рассказывают, мне одна скидывает женщина, а я забыла, как эту женщину живут в Стамбуле, светленькая, забыла как. Что она тоже все знает. Я говорю, если у нее все хорошо в семье, как она это может все знать? Ну вы себе представьте, чтобы женщина выходила на свидание, чтобы с кем-то на кофе, чтобы... Да вы что? Это мужчина убьет ее. Вот как я сейчас в отношениях, да, у меня такой ремнивый мужчина, что я себе не представляю, чтобы я сейчас пошла с кем-то на кофе. Представьте себе, что бы было. Он мне звонит в камеру. Допустим, я с ним не замужем, я старше у него. Ну, как бы я честна. А которая женщина имеет ребенка, которой я замужем. Вы себе представляете, чтобы она с кем-то общалась? То, что они начитаются где-то в интернете. Я на себя это все испытала. На своих подругах, понимаете? И на взрослых, и на малолетках. Я такое насмотрелась. Я вам буду рассказывать. Ну что, друзья, короче, у меня дел много есть. Спасибо. Я надеюсь, что я немного ответила. Пишите свое мнение. Я буду вам отвечать. Только не в грубой форме там. Не посылайте, посоветуйте этим женщинам вы. Пожалуйста. Потому что я уже не знаю, допустим, отвечаю, отвечаю, честно вам говорю. Мне хочется очень в грубой форме иногда ответить. Черт бы этих побрал курков. Что на них намазано такое? Что вы слепы, что они любите? И поэтому, пап, напишите какие-то комментарии для этих женщин. Можете писать свое мнение. Я не буду обижаться. Но только они в грубой форме, без матов. Потому что я буду блокировать. Я сразу говорю. И спасибо вам еще раз. Буду отвечать. Я делюсь своим мнением на своем опыте. И это я не оправдываюсь. И это мои еще раз повторяюсь. Ответы для людей. Просто я, понимаете, я уже думала, ну, доказывать я никому не буду. Эти женщины знают, которым я сейчас это отвечаю. Потому что очень куча людей пишет мне, как мне выбрать мужчину. Мне сегодня 4 женщины звонят, познакомят меня. Где вас познакомили? Я вам дала сайт. Идите, знакомьтесь. Вы мне присылаете фотографии этих мужчин. Эти видео, что они вам присылают. Вы что? Я должна еще это разбирать. Ну, извините меня. Меня не хватает. Во-первых, я живу с мужчиной. Он это все увидит. У меня будут проблемы, что я... Он подумает, что это мне приходит. Понимаете? Я не всегда получается. Но буду по мере возможности вам отвечать. Спасибо вам за внимание, мои друзья. Короче, я валью домой, потому что у меня дел много есть. Я вас всех люблю. Целюю, целюю. Берегите себя. Будем отвечать.